Украинская вода, российский газ и свет. Так питаются временно оккупированные территории Украины, а руководители группировки ДНР хвастают самыми низкими тарифами ЖКХ. Если сравнить платежку, которая приходит в любую семью Украины и в любую семью, которая здесь, ну поверьте, там ей не хватает и 8 тысяч, не хватит, чтобы заплатить за все. Но все это удовольствие не бесплатное. В Украине один кубический метр газа стоит 6 гривен 96 копеек, на неподконтрольной части гривна 9 копеек. Украинский свет до 100 киловатт 90 копеек, больше 100 гривна 68. Тогда как группировка ДНР берет 29 копеек до 150 и свыше 39 копеек. Один кубический метр воды в Киеве стоит больше 15 гривен, в Донецке почти 6. Отопление обойдется в 26 гривен и 3 гривны. Пока неподконтрольные территории живут по тарифам 2014 года, кто же платит реальную стоимость? В июле этого года за долги Украина отключила электроэнергию на неподконтрольных территориях. Поставки на гуманитарной основе начала Россия. Самопровозглашенная республика незаконно использует ТЭС, которые принадлежат украинской компании ДТЭК. И при этом продолжают сравнивать тарифы с украинскими. Стоимость электроэнергии для населения республики не повышалась с лета 2014 года. В то же время в Украине за этот период электроэнергия с 1 марта подоржала в 5 раз. Что касается воды, то ее не отключают по двум причинам. Первая, она является гуманитарной составляющей. Второе, вода на подконтрольной Украине территории проходит через оккупированные Горловку и Донецк, а после попадает в Мариуполь. Долгу ДНР перед компанией «Вода Донбасса» почти 2 миллиарда гривен. Время идет, долги растут. Но рано или поздно за все придется заплатить. Не станут ли крайними жители оккупированных территорий? Не из их ли кармана в случае деоккупации будут погашать задолженности? По словам советника министра по временно оккупированным территориям Олеси Цибулько, вопрос дальнейшего расчета с долгами пока не рассматривался даже в президентских законопроектах о реинтеграции Донбасса. У нас мораторий на оплату. То есть, если денег, то сейчас не может требовать уплатить коммуналку за жилье на той территории. Но это то, что действует на данный момент. Как будет в будущем, конечно, это будет уже вопрос органов власти, чтобы решить, как же быть. Понятно ведь, что многие люди не смогут найти такие огромные деньги, чтобы погасить, если они все это время, например, не платили из-за моратория. Я думаю, что этот вопрос будет подниматься и будет решаться. Пока руководство группировки ДНР искусственно сдерживает рост цен на коммуналку, а в Украине цены на аналогичные услуги уже выросли, власти пора искать пути решения этой проблемы, чтобы однажды это не легло на плечи граждан Украины. Продолжение следует...